В выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам нашего города. На этой неделе в Саровском драматическом театре премьера спектакль «Алиса». История на вырост получилась и у режиссёра Гали Зальцман, и у художника Кати Никитиной. Их «Алиса» многоплановая и многослойная, как пирог. Есть в ней место и для волшебных превращений, и для философских рассуждений, и специально для взрослых зрителей, для ностальгии по прошлому. 8 и 9 декабря начало спектаклей в 18 часов. В Доме молодёжи 8 и 9 декабря пройдёт международная выставка «Кошек. Зимняя сказка». Посетители ждут десятки кошек разных пород и окрасов, конкурсы, призы и хорошее настроение. Работать выставка будет с 10 утра и до 6 вечера. В Доме учёных продолжаются мероприятия в рамках декабрьских музыкальных вечеров в Сарове. 32 сезон. На этой неделе гостями города стали музыканты ансамбля «Новое трио» из Москвы. В субботу начало вечера в 18 часов, а в воскресенье в 13 часов откроет свои двери «Филармония для детей. Сказки северного ветра о жизни и творчестве Эдварда Грига». Сразу две выставки смогут осмотреть все желающие в Доме учёных. Первый – «Праздник жизни» Алексея Гарина. И вторая – «Остров желаний» Юрия Шпаковского. Каждую неделю любители салонных игр на несколько часов делятся на две противоборствующие команды – намерных жителей и мафиози. И начинается психологическая дуэль, кто кого быстрее обезвредит. Умеетесь держать себя в руках и читать собеседника как открытую книгу? Считаете себя мастером интриг и гуру убеждения? В эту субботу в 8 вечера отправляйтесь в молодёжный центр и докажите это. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Отправляетесь в кино с ребёнком? Тогда выбирайте анимацию «Ральф против интернета». Мультфильм продолжит увлекательные приключения Громилы из видеоигры и его подружки-гонщицы. Как следует из самого названия сиквела, главные герои отправляются из игровых автоматов прямиком в интернет. Мир всех современных технологий, полный различных игровых героев, а также программ, рекламы и компьютерных вирусов. Куда же в таком путешествии безопасности? Готов ли интернет к вторжению таких героев? Узнаете, посмотрев данную картину. Ожидается море весёлых и трогательных приключений. К просмотру рекомендовано однозначно. Декабрь – время для новогодних фильмов. И в кинотеатры всего мира врывается «Щелкунчик» и «Четыре королевства». Это удивительная и захватывающая история о юной девушке Кларе, которой в ночь под Рождество приходится отправиться в необычное путешествие по другим мирам. Её ждут незабываемые приключения в королевстве снегов, цветов и сладостей. Но главная её цель – это посетить ещё одно сказочное королевство, где ей предстоит сразиться с ужасным мышиным королём и его бесчисленной мышиной армией. Если вы уже создаёте себе новогоднее настроение, тогда смело покупайте билеты на этот фильм и смотрите его всей семьёй. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением. Редактор субтитров А.Сёмкин